Так, ну что, ребят, всем привет! Ролик по поводу IPLA. У нас в Швейцарии запустят пилотный проект CBDC, да, то есть у нас цифровой, ну, стеблкоин, либо валюту SIX Digital Exchange. И говорят, что будут запускать его с декабря 2023 года по июнь 2024. Много в июне 2024 года событий у нас там и сплотовый биткоин ETF должны принять, ну, по официальным заявлениям всех, да. Потом, соответственно, у нас и CBDC должны запуститься от многих стран, и плюс, соответственно, типа должен завершиться суд IPLA против всех. Ну и благодаря пилотному проекту представляем возможность безопасно и эффективно совершать транзакции через технологию DLT, то есть это технология распределенного реестра с использованием реальных оптовых CBDC. Ну и в ноябре, получается, в то время член управления у нас SDX заявила, что Центральный банк не нашел никаких убедительных преимуществ в обведении цифровых денег. Ну, а как бы на данном этапе мы видим, что, видимо, нашли, судя по тому, что будут это все дело запускать. Ну и, в принципе, как мы видим, это запустили еще 3 ноября, то есть уже вчера. Да, Ripple празднует очередное поражение от SEC. Я не знаю, какое там поражение, но Астюарт Альдеротти обратился к платформе у нас в Twitter, чтобы сказать, что недавнюю потерю, подчеркнув решение второго округа по делу SEC против Гавила, да, Альдеротти, что SEC не сможет потребовать существенной компенсации за возврат СС, не доказав предварительно, что инвесторы понесли ощутимые финансовые у нас неудачи. Ну и что это значит для Ripple? Аналитик по вопросам Джейми Хоган, да, адвокат, что ответственность Ripple зависит от того, действительно ли инвесторы понесли денежные убытки. Проще говоря, если вы купили XRP по цене ниже, чем текущая рыночная стоимость, то Ripple не несет ответственности для какой-либо ущерба. Какая разумная стоимость, какой критерии оценки, пока что непонятно. Ну и сумма у нас штрафов в центре внимания, конечно, это 770 миллионов долларов, но если Ripple на вот эту рекламную кампанию, на весь суд потратила 200 миллионов, я думаю, 770 лямов для нее не проблема. Вот, ну и как бы говорят, что SEC запросила 23 миллиона, получается, ну а получила только 130 тысяч долларов. Вот так вот. Ну, в принципе, по новостям особо все, ничего особенного не произошло, на выходных новостей обычно нету, ну и как минимум продолжается у нас какой-то локальный рост. Ничего интересного не происходит, я немножко не ту монетку написал. На данном этапе по Stellar и по XRP продолжается у нас небольшое движение, я не тороплюсь заходить в покупки, в идеале, конечно, дождаться коррекции какой-то по биткоину и по альтам. Будет ли она, время покажет, но лонгов скопилось довольно-таки большое количество, поэтому коррекция в район хотя бы там 32-30 тысяч я ожидаю. Ну, а в идеале хотя бы до тех же 27, чтобы сбрить уже толпу и забрать вот эти там 3-7 миллиардов лонгов, которые накопились. Всем удачи и всем пока!